Данный материал содержит элементы рекламы. Октябрь. А октябрь месяц красивый, поэтому не просидите дома. Надо подготовиться к фотосессии какой-нибудь в листьях, романтично окидывая себя этими самыми листиками. Но помимо этого, что еще советуют делать психологи в октябре? Они предлагают связать себе эксклюзивный яркий шарф или варежки из пестрых ниток. Сделать рамку для фотографий в осенних томах. У кого-то еще стоят дома рамки для фотографий. Собрать букеты светок и трав. Сделать из него гербарий. Посетить зоопарк, сквер с белочками. Я знаю одного товарища, у которого по понедельникам. Ну ладно, не об этом. Не выходя из квартиры, сквер с белочками. Сходить на пруд с уточками. Если вы живете в небольшом городе, вам будет проще выгодиться в лес, на природу погулять за городом, отрешившись от вечного шума мегаполис. Вот вам еще идея устроить вечер по изготовлению костюмов, масок или украшений дома к Хэллоуину. А еще приготовить к Хэллоуинскому вечеру вкусностей. Запланируйте также посиделки со старыми друзьями, душевные разговоры и долгожданная встреча порадуют вас и ваших близких. Осуществите давно желаемую поездку, отправьтесь на экскурсию в другой город и насладитесь сменой обстановки. Исполните одну свою мечту. Это может быть путешествие, покупка, либо прыжок с парашютом, ну, либо конная прогулка. Да, вот такие вот вам советы на октябрь, а мы же прямо сейчас расскажем о том, чем знаменательна сегодняшняя дата. Итак, как Стелла уже сказала, сегодня у нас 28 сентября. И в далеком 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Ну, а 28 сентября 1745 года состоялось первое достоверно датированное исполнение английского гимна «God say the king, Боже, храни короля». Да, но они чередуют время от времени то в и кинг, то в и куин, по ситуации. Сами разберутся. Да, о других событиях, связанных с сегодняшней датой, далее. Всемирный день борьбы против бешенства отмечается ежегодно 28 сентября. Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. В мире бешенство встречается более чем в 150 странах. Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта со зверем, может предотвратить летальный исход. Согласно статистике, ежегодно такие вакцины получают более 15 миллионов человек. Сегодня отмечается интеллектуальный праздник – День деловой книги. Деловые книги – это опыт лучших специалистов, которым они хотят поделиться с коллегами и читателями. Это новые идеи, а порой и готовые решения, которые можно сразу использовать на практике. В современном мире деловая книга – это действительно полезная литература, помогающая развивать бизнес, совершенствоваться и строить успешную карьеру, обретать дополнительные возможности для профессионального развития. А еще сегодня день кремового пирога с клубникой. Простой, но безумно вкусный, сочный и нежный десерт тает во рту. Готовится он невероятно быстро. Истинные гурманы называют это блюдо бомбой и готовы есть его каждый день. Советуем вам отметить сегодня этот праздник. Для этого нужно лишь немного потрудиться на кухне, и удивительно вкусный пирог с клубникой непременно вас порадует. Если с женской фигурой все прекрасно, то обязательно в гардеробе должны быть женские брюки кожаные. Я тебя умоляю, отсутствие идеальной фигуры. Когда-нибудь, кого-нибудь останавливай. Да, как говорится, чем шире попа, тем леопардовее лосины. Это все причина в том, что мы насмотрелись вот этих роликов, где говорят, что границы только в вашей голове. Поэтому мы теперь надеваем все, что хотим и когда хотим. Я как-то увидел леопардовые лосины на размере X, 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 X и еще два дня XL. Я два дня после этого из дома не выходил. Боялся? Плохо было. Ладно. В общем, как стилизовать кожаные брюки, с чем носить модные решения, далее в нашем эфире. Пока погода радует теплыми днями, можно успеть еще пару раз надеть вещь из денима, ставшего главным трендом лета. Сочетайте кожаные брюки с любимой джинсовкой. Идеальным тандемом станут прямой низ из натурального или эко-материала и верх простого кроя без романтичного декора. Чтобы выдержать расслабленный настрой образа, откажитесь от денимовых изделий с вышивками, стразами, цветочными принтами. Лучше отдать предпочтение базовым вариантам. Женственно смотрятся кожаные брюки с шерстяными джемперами, пулловерами, кардиганами объемного или приталиного вида. Изделия крупной и мелкой вязки разбавят агрессивный вид кожи. Свободный свитер или худи, заправленный внутри кожаных брюк с четкой линией талии, позволяют сделать силуэт более стройным, так как в этой зоне объем сверху контрастирует с облегающим поясом и линией бедра. В кожаные брюки, деловые пиджаки, а также жакеты – еще одно уникальное сочетание. Надевают под них однотонные майки и футболки, приталиные рубашки. Благодаря классическим черным брюкам вы создадите строгий и элегантный образ. Черно-белое сочетание всегда смотрится беспроигрышно, но гамму можно и поменять на более подходящую вашей внешности. Любые кожаные брюки будут отлично смотреться с однотонным верхом. Можно выдержать весь образ в стиле минимализм, оставив линии кроя четкими, а цвета однотонными. А можно уйти в романтику и нежные материалы, которую подчеркнет плотная кожа. Джемпер с пышными рукавами в духе французского стиля или блузы с рюшами и бантом придадут женственности и легкости. Актуальны свободные и летящие или прилегающие модели блузок. Решить проблему, с чем носить кожаные брюки и при этом выглядеть очень модно, поможет готовый кожаный дуэт из двух вещей. Это может быть замена классическому костюму в виде жакета и брюк, или более неожиданные сочетания, например, косуха или рубашка из кожи. Кожаные брюки отлично срифмуются с самой модной верхней одеждой сезона – бомбером. Идеальным решением станут либо нейлоновые, либо кожаные варианты. А вот рикотажные модели в стиле препи лучше комбинировать с более расслабленным низом. Верх может как прикрывать бедра, так и быть укороченным. Но запомните важное правило. С дутыми бомберами стоит носить только прямые или расклешенные от колена брюки, облегающие бедра. Сочетание с моделями уайдлэк или другими просторными моделями сделает фигуру бесформенной. Ухаживать за кожей необходимо в любое время года, ну а осенью после теплого, летнего, солнца, обжигающего даже, тем более. Поэтому расскажем, как следить за кожей в период осеннего листопада, каким зонам уделить особое внимание и в чем секрет молодости. Все наслышаны о том, как важно увлажнять кожу не только снаружи, но и изнутри. Питьевая вода стимулирует обменные процессы, выводит токсины и поддерживает тонус кожи. Начинайте свое утро со стакана воды комнатной температуры. Можно с вечера залить водой нарезанный огурец и лайм. Такой напиток подарит свежесть и бодрость. Дневная норма воды для всех индивидуально, но обычно это 1,5-2 литра. Холодное время года – стресс для кожи. Осенью и зимой она нуждается в дополнительной поддержке для сохранения свежести. Поэтому к выбору средств для ухода за лицом и шеей подходите с особым вниманием. Выбирайте питательный крем для своей возрастной категории. Контур лица и шеи представляет собой Y-зону. Кожа здесь тонкая, чувствительная, подвержена быстрому старению, поэтому требует особенного ухода. Для этого идеально подойдут средства с эффектом лифтинга, с витаминами А, В и С в составе, с маслом из косточек винограда, вытяжкой из морских водорослей, без спирта и искусственных добавок. Регулярно используйте специальный крем-эксперт для Y-зоны. Он помогает держать кожу в тонусе и сохраняет четкие контуры этой деликатной области. Регулярный массаж не обязательно делать в салоне. Для ухода за мышцами лица вам понадобится 3 минуты в день. За 10 минут до массажа нанесите крем с эффектом лифтинга. Разглаживайте лоб от дуг бровей к волосам. Повторите 10 раз. Большие пальцы поставьте на нижнюю челюсть. Подушечками безымянных поглаживайте кожу от середины носа к ушам через колы. Подушечками указательных и средних пальцев разглаживайте кожу подбородка к углам нижней челюсти. И напоследок поговорим о волосах. Волосы реагируют на погодные условия, а после яркого летнего солнца они и сушены, тонкие и ломкие. Увлажняющие сыворотки и профессиональные питательные масла вернут прядям эластичность и блеск. Лучшие масла для волос и кожи головы – органовое, кокосовое, оливковое и масло авокадо. Наносите средство на 30 минут перед мытьем головы. Так вы напитаете кожу и волосы полезными веществами. С каждым сезоном модные бренды все больше уделяют внимание обуви. Она становится порой даже важнее одежды, так как способна превратить базовый образ в трендовый. Сегодня мы поговорим о главном осеннем тренде – ковбойских сапогах. Как носить, с чем сочетать – об этом далее. Вестерн-эстетика снова завоевывает подиумные тренды, поэтому присмотреться в этом сезоне к обуви, которую когда-то носили ковбои, однозначно стоит. Если в предыдущие сезоны бренды делали ставку на витиеватые и более панковые интерпретации ковбоек, то этой осенью в центре внимания максимально классические модели с вышивкой, заостренным носком, V-образными отворотами, скошенными каблуками и высотой до середины икры. При этом цветовая палитра не ограничивается черным и коричневым. Чем ярче будет ваша пара, тем лучше. Самые понятные и простые комбинации рождаются, конечно, при сочетаниях с другой одеждой в стиле вестерн. Не бойтесь выглядеть чересчур. На подиумах нового сезона немало вариаций нарядов ковбоя на любой вкус. А куртки с бахромой и вовсе могут быть крайне базовыми и практичными. Мам-джинсы из вареного денима, рубашка с вышивкой и заклепками, потертая кожаная куртка с бахромой или кирпичная замшевая юбка. Все это будет выглядеть очень уместно. Не бойтесь контрастов. Яркие ковбойские сапоги станут отличным дополнением даже к романтичному платью. Длина миди все еще остается самой женственной и элегантной. Поэтому женщины чаще всего выбирают ее для своих городских образов на работу, романтические встречи и культурные мероприятия. Носить такую одежду не обязательно с классическими ботильонами. Попробуйте экспериментировать с внешним видом и подбирать к нарядам необычную обувь. Например, кожаные казаки с острым мысом, украшенные металлическим декором или замшевые ковбойские сапоги. Самые неординарные сочетания получатся с вечерними платьями. К необычному и эксцентричному образу ботинки в стиле вестерн добавят ту самую перчинку. Если же платье выглядит довольно просто и минималистично, добавьте к нему крупные серьги и необычную сумочку. Бросскую обувь можно сочетать со сдержанными офисными образами. Примеряйте жакет, например, крайне актуальный в этом сезоне укороченный вариант, добавляйте к нему мешковатые брюки и завершайте образ ковбойскими сапогами, заправив в них штанины. Если захотите сделать образ более консервативным и сдержанным, спрячьте ботинки под брюками и демонстрируйте публике только нос обуви. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Если идеи завтраков у вас закончились, мы готовы пополнить вашу копилку прямо сейчас. Во-первых, это будут полезные блюда, во-вторых, быстрые, в-третьих, они еще и вкусные будут, и вам не понадобится большое количество времени. Минут так 10 и завтрак на столе. Первый рецепт завтрака – овсяная каша. Варить мы ее будем на растительном молоке. Хлопья выбираем с минимальным процентом плющения. Те, которые следует варить 15-20 минут. Конечно, в идеале варить кашу из цельного зерна овса. Она больше всего насыщена витаминами и микроэлементами. Но на ее приготовление уходит не меньше 40 минут. А по утрам это непозволительная роскошь. Мы выбрали золотую середину. 15 минут и блюдо готово. Когда каша почти сварилась, остается над ней чуть-чуть поколдовать. На наш взгляд, нет ничего прекраснее банана. Фрукт начинает карамелизироваться. Каша сразу становится кремообразной и ароматной. Завершающий штрих. Немного ягод, орехи, урбеч или арахисовая паста. Полезный и сытный завтрак готов. Второй вариант – чия-пудинг. Его мы готовим с вечера. Входящие в угощение омега-3 и омега-6 кислоты, антиоксиданты и минералы укрепляют сердце и сосуды, легко усваиваются и улучшают пищеварение. Чтобы приготовить базовый вариант, понадобятся два ингредиента – семена и молоко. Вечером заливаем 4 столовые ложки чия одним стаканом молока. Оставляем набухать в холодильнике до утра. Важный момент – добавив жидкость, перемешайте смесь через 10-15 минут. Для сбалансированности и сытности добавим витамины и полезные жиры. Мы выбрали банан, смешиваем его с корицей. Переливаем банановое пюре в пудинг и добавляем чуточку ягод. Посыпаем кокосовой стружкой и готово! И еще один завтрак – омлет с брынзой и шпинатом. Все просто, но вкусно! Разбиваем яйца в емкость. Подготавливаем шпинат и брокколи. В сковороду наливаем пол чайной ложки кокосового масла и томим зелень пару минут. Затем добавляем смесь из двух яиц и молока. Это базовый рецепт. На его основе вы можете делать разные варианты омлета. В качестве начинки подойдет все, что есть в холодильнике. Готовим омлет 3-4 минуты на слабом огне. Добавляем брынзу, она придаст соленый вкус. Выкладываем блюдо на подушку из шпината. Не забываем про черри, авокадо и вуаля! Наш белковый завтрак готов! Угощайтесь с наслаждением! Существует мнение, что осенью дел на приусадебном участке становится меньше. Однако это далеко не так. Да, потому что начинают падать листья. Помимо этого, надо убрать тот урожай, который ты не успел собрать. Или, например, опавшие яблоки. Их же тоже куда-то девать надо, правильно? Правильно. И до первого снега, который у нас может выпасть в марте или в апреле. Который у нас может не выпасть. Первый, но я имею в виду первый, поэтому я говорю, в марте или в апреле. Да, у настоящего хозяина до этого периода дел не в проворот. Что необходимо успеть? Наши коллеги напомнят. Выпад правой, сели, встали. Несколько повторов, и последний в этом году урожай картофеля собран. И ноги проработали, и плечевой пояс. Но если вы думаете, что на этом тренировка закончилась, то сильно ошибаетесь. Вера, привет. Привет. Принимай работу. Копала. Ничего себе. Я смотрю, ты с картофелем справилась на отлично. Да. А вот лопату зря бросила. Что, опять копать? А, и опять основу будем прощупывать почву, готовить грядки к следующему сезону. Ведь чем богаче был урожай в этом сезоне, тем беднее стала земля. Она отдала растениям все витамины, минералы и питательные компоненты. А если не вернуть почве все блага, в следующем году и копать будет нечего. И задуматься об этом нужно уже сейчас. Вот почему. Во-первых, подготовив почву осенью, вы сэкономите время и силы весной, когда на счету каждый час. Во-вторых, за зиму удобрения, особенно органические, успеют принять доступную для растений форму. В-третьих, хорошо взрыхленная почва зимой лучше пропитается влагой и весной прогреется быстрее. К тому же осенняя перекопка позволит улучшить состав почвы и избавиться от части вредителей. А теперь будем сеять. А зимой, что ли? Нет, горчица, сиди рад. Почва обогатится азотом, почва станет рыхлой, подготовленной к следующему сезону. Через недельки-полторы-две она взойдет. Потом мы ее с тобой перекопаем. Единственное, что глыбы не нужно разбивать. В глыбах сорняки, семена сорных растений, вредители лучше промерзают и погибают. Какой хитрый ход. А поливать это все надо? Если только биофунгицидом. Это средство является безопасной альтернативой химикатам. В состав биологических фунгицидов входят полезные микроорганизмы, которые борются с грибковыми и инфекционными заболеваниями растений. Особенно, если на томаты напала фитофтора или огурцы болячку прихватили. Но обработать желательно все грядки. Для профилактики. Только что с картошкой делать, я не знаю. Места для хранения у меня нет. Так вот она перед твоими глазами. Теплица? Она самая. Потому что на дачу зимой будешь приезжать, ее обслуживать, снег сгребать. Ну и заодно картошечку и корнеплоды домой забирать. Но чтобы превратить теплицу в овощехранилище, просто принести туда ведро картофеля недостаточно. Вера, теплица тут у тебя не готова. Так я урожай дособирала и заходить сюда не планировала. Так же поговорка, готовь с Аней летом, а... Теплицу с осени? Да. Поэтому капельный полив снять, ведро воды и соду. Есть! Вот где мы сожжем большую часть калорий. Отмыть теплицу, да еще и с двух сторон, внутри и снаружи, нам поможет содовый раствор. Это универсальное дезинфицирующее средство. Эффективно борется с плесенью, грибками. Готовим раствор с расчетом 1 столовая ложка соды на 1 литр теплой воды. В том же ведре замачиваем и капельный полив. После переходим к грунту. В идеале в теплице почву следовало бы поменять, но здесь на помощь нам приходит та же самая горчица. Или будем использовать биофунгициды, а еще лучше всего воборот. Смена культур позволяет предотвратить истощение плодородного слоя почвы, а также снизить риск размножения вредителей и распространения болезней. Вот вам небольшая справка. Так, к примеру, после картофеля хорошо растут капуста, свекла, лук и чеснок. После огурцов – томаты, перцы и морковь. Корни бобовых имеют уникальную способность насыщать почву азотом, поэтому фасоль, горох и чечевица считаются лучшими предшественниками для любых культур. Как, впрочем, лук и чеснок – они выделяют вещества, которые обеззараживают почву и уничтожают гнилостные бактерии. А вот с насекомыми, что так и норовят запрятаться поглубже в укромное и теплое место на зимовку, да еще и сбегаются сюда со всего огорода, нужно бороться другими методами. Табачная шашка позволит нам избавиться от целого спектра летающих вредителей. Белокрылка, паутины, клещ, тля. А растениям она не повредит? Как раз табачная не повредит. Что нельзя сказать о серной. Она вредна абсолютно для всего живого и даже для конструкции самой теплицы. Так что не рискуйте. Оставьте табачную шашку на сутки, после хорошенько проветрите и через недельку возвращайтесь. Смотри, взошла горчица. Чего ж она не взойдет? Тут тепло и теперь экологически чисто, я бы так сказал. Теперь надо все это перекопать. Что, теперь обратно закапываем картошку? Не закапываем, а готовим место для ее хранения. Земля у нас, как вы видите, практически сухая. Сухая. Выкапываем яму. Глубокую? Если у вас уровень промерзания достаточно большой, яма должна быть глубже. Главное, чтобы не было здесь никаких грунтовых вод, и земля должна быть сухая. В таких тепличных условиях отлично хранятся морковь, репа, свекла, картофель. Достаточно сложить корнеплоды в ящик или небольшое ведро, не очищая их от земли. А чтобы удобнее было доставать ту же картошку из нашего импровизированного погреба, положите в яму агроволокно. Потянув за его края, вы с легкостью достанете все, что оставили на хранение, при этом не испачкать руки. Но все, дело сделано. Что, можно отдыхать? У тебя там еще одна грядка. Держи лопату. Ты поэтому мне ее принес, да? Ой, ладно. Трюфель. Один из любимых многими видов французских конфет. Изысканный и элегантный. Какова его история происхождения и как приготовить в домашних условиях. И почему он трюфель, если там ничего... Если он не гриб. Да, если там ничего грибного нет. В общем, об этом расскажем далее. Когда мы говорим французская кухня, мы подразумеваем изыск и роскошь. И, конечно же, мы вспоминаем французских кондитеров и шоколатье. Конфета округлой формы с начинкой из ганаша. Трюфель – настоящая классика. Своё название она получила в честь одноименного гриба, благодаря схожему внешнему виду. Есть несколько версий происхождения трюфеля. По одной из них он был создан на кухне французского кулинарного гиганта Агюста Эскафье в 1920 году. Однажды, когда его ученик попытался сделать заварной крем для пирожных, он случайно вылил горячие сливки в миску с шоколадом, вместо миски со взбитыми яйцами. Когда смесь затвердела, он решил спасти продукт и вручную сформировал из образовавшейся пасты шарики. И посыпал их какао. Согласно второй версии, конфета появилась благодаря кулинару и торговцу шоколадом Луи де Фуру. Однажды кулинар исчерпал все идеи рецептов сладостей к Рождеству, и ему захотелось придумать что-то новое. Он смешал сливки и ваниль с какао-порошком и сделал из этой массы конфеты. Желая придать десерту законченный вид, Дю Фур обмакнул каждую конфету в расплавленный шоколад, а затем посыпал какао. Существует большое количество разновидностей шоколадного трюфеля. Сегодня мы приготовим несколько вариаций. Начнем с классического рецепта с горьким шоколадом. Нам понадобится 200 граммов шоколадных капель, добавляем к ним 20 граммов глюкозного сиропа. Заливаем туда 120 граммов горячих жирных сливок, пробиваем погруженным блендером до состояния эмульсии. Чтобы немного разнообразить вкус горького шоколада, добавим в смесь 25 граммов апельсиновых цукатов. Перемешиваем, накрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 6-8 часов. Второй вариант с молочным шоколадом. Нам понадобится 200 граммов шоколада, 10 граммов глюкозного сиропа, 50 граммов фундучной пасты. Все это заливаем горячими сливками. Здесь у нас 80 граммов. Даем чуть постоять и затем пробиваем погружным блендером. Ганаш накрываем пищевой пленкой и также убираем в холодильник для стабилизации. Следующий трюфель приготовим с белым шоколадом и малиной. Нам понадобится 200 граммов белого шоколада, 10-15 граммов пасты розы, 70 граммов горячего малинового пюре и 50 граммов растопленного какао-масла. Пробиваем все погружным блендером и убираем в холодильник. Когда ганаш хорошо стабилизировался, стал плодным, можно начинать катать наши трюфели. При желании можно воспользоваться весами, чтобы все конфеты были одного размера. Средний вес 20-25 граммов. Скатываем шарики и обсыпаем мукой, в нашем случае фундучной и кокосовой. Это самый простой способ украшения. Еще один вариант покрытия – темперированный шоколад с вафельной крошкой или просто темперированный шоколад. Получается тоже очень вкусно. Приятного аппетита! Данный материал содержит элементы рекламы. Ее с удовольствием готовят и едят по всему миру. И это не заморская баклажанная, а наша родная кабачковая. Отношение специалистов по питанию к ней весьма неоднозначное. А вот что думает о ней наш коллега-теледоктор Александр Мясников. Кстати, с утра лучше кабачковую икру не есть. Сегодня говорим о кабачковой икре. Польза и вред, как всегда. Очень любимый многими продукт. Тут есть нюанс. Как правило, мы это покупаем в магазине. Давайте так. Все, что я говорю о пользе кабачковой икры, это польза, собственно, кабачков. Прекрасный продукт, вкусный, с огромным содержанием клетчатки, причем водорастворимые клетчатки, то, что нужно. Огромное количество микроэлементов, антиоксидантов. Кабачок крайне полезен для сердца, пищеварения и, кстати, нашей кожи. Содержащиеся там в большом количестве антиоксиданты очень хорошо борются со старением. В чем проблема кабачковой икры? Это уже переработанный продукт. Там достаточное количество соли, но даже по вкусу. Вы берете, вы понимаете, что соли здесь много. Здесь достаточное количество растительного масла. Опять же, говоря дипломатическим языком. На самом деле, растительного масла столько, что из практически некалорийного кабачка, там свои 40 калорий, 100 граммов, он повышает ее многократно. Третье. Мы не знаем, что сюда пошло. Сюда добавляют и морковь, и другие наполнители. А самое главное, ты не знаешь, какой кабачок ты берешь. Одно дело, где-нибудь в Краснодаре, где этих кабачков завалить фурами. Они делают из кабачков кабачковую икру. Ну, их вариант какой-либо сделать кабачковую икру, либо выбросить. И все это, так сказать, в сезон. А сезон у нас когда? Лето, там по октябрь все растет. Другое дело, если это пускается на пюре, и в виде вот таких полуфабрикатов развозится по фабрикам куда-нибудь в Красноярск, где из этого уже делают, добавляя подсластители, соль и все остальное, кабачковую икру. Поэтому какой самый лучший совет? Готовить кабачковую икру самим. Делается крайне просто. Есть кабачки, которые почти постоянно есть в продаже стоимостью очень недорого. Точно знаю, сам вчера покупал кабачки в городе Верея. У меня гости были, мы там их долго ели, в большой компании. Так что вполне доступная еда. Кабачковая икра, ну она отличается, видите, здесь по цвету, ну там еще раз морковка и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что вот в условиях, когда мы не знаем, насколько здесь, так сказать, продукция была и реальнее с кабачков, не фарш и так далее, нужна умеренность. Мы понимаем, что она полезна для сердца, желудочно-кишечного тракта и, как я говорил, уже даже кожи. Но мы понимаем, что здесь соль, сахар, растительное масло и неизвестный исходный материал. Поэтому вот мне эту банку съесть, вы же понимаете, да? Три минуты и пять взмахов столовой ложкой. Но я потом буду мучиться жаждой, мне будет хотеться пить, потому что соль. И вообще, все это может привести к расслаблению желудка. Итак, умеренность, умеренность и умеренность. Ваши вопросы. Как часто можно есть кабачковую икру? Да хоть каждый день вопрос в том, ведь кабачковая икра равна как и другая растительная икра вызывает часто изжогу. И именно из-за того, что здесь помимо кабачков много всего всякого. Ну, значит, если она вас вызывает изжогу, ограничиваете ее, ешьте ее тогда, когда организм принимает, я бы ограничивался. Двумя ложками икры, не больше. Ну, а куда больше-то? Больше – это уже вкусно. А есть из-за того, что вкусно, уже неправильно, уже вредно. Как только тебе вкусно, и ты ешь ради того, чтобы ощутить этот вкус во рту, ты поступаешь неправильно. Вот съел ложку и успокоился. Может ли в кабачковый иклеп быть ботулотоксин? Да, везде может. Ботулотоксин – вещь такая. Изначально, как мы знаем, это была ветчина, приготовленная вот в бочке. Как лучше готовить кабачки, чтобы сохранить максимум пользы – тушить или жарить? Ну, жареная пища вообще так пользы-то немного. Вот. Поэтому лучше тушить, а еще лучше запекать. Я помните, упомянул про кабачки, которые я вчера покупал в Гирье? Я их просто завернул в фольгу и положил. Ну, у меня на дровах печь, но положите вы в духовку. И вот там потрясающе. Почему от кабачковой икры постоянно возникает изжога? Уже говорил. Ешьте ее ограниченным. Так. Пойдемте посмотрим. У меня есть вечные вопросы. Вопросы, которые мы поднимаем из передачи в передачу. Я вам рассказываю ответы. Ничего это не меняется. Что здесь, что программа о самом главном. У меня камни желчного пузыря, но не болят, надо легко удалять. Доктор, у меня судороги ног. Что делать? И так далее. Кстати, кабачковый икра еще претендует на то, чтобы быть полезной для зрения. Так. Ну-ка, что там нам попадет в руки? Стали выпадать волосы. Какие витаминные комплексы надо попить? Вы можете попить витаминные комплексы, препараты вместе с инком. Я бы на вашем месте проверил ферритин, потому что очень часто низкое количество запасов железа. А это ферритин говорит о том, что именно из-за этого могут выпадать волосы. Я бы провел щитовидную железу, но я еще раз напоминаю, что выпадение волос, вот такое диффузное выпадение волос, больше 170 волос за день, это серьезная цифра, когда здесь почитаете, чтобы понять, у вас повышенное выпадение или нет, потому что волосы выпадают и в норме. так вот, это всегда вторично к чему-то, к стрессу, к заболеванию, к проблемам с щитовидной железой, малокровью, незастатку витаминов, да, вы правы, но в первую очередь цинк и железо. Вот, ну, на это вы тоже ответили. Вот видите, я иду, мне хочется взять ложку и съесть кабачковой икры, я не хочу есть сейчас, но я хочу зачерпнуть, если есть, испытать чувство до вкуса, и это уже неправильно. Еще раз, вам вкусно? Останавливайтесь, иначе это неправильно. В Молдове скоро введут в обращение специальные номерные знаки для электромобилей, белый фон и зеленые символы. Так, агентство Госуслуг намерено в том числе продвигать и популяризировать экологически чистые виды транспорта. Их количество в республике, как и число гибридных авто, с каждым годом увеличивается. По-прежнему продолжаю оспаривать словосочетание экологичный транспорт и зеленый транспорт по отношению к электромобилям и гибридам, потому что уже много раз говорили о том, что они даже более грязные, чем бензиновые. Но, чтобы стимулировать использование этих самых автомобилей, в Молдове снизили налоги на ввод с автомобилей с гибридными двигателями, напомнили в агентстве. Так, для авто без зарядки от розетки ввели скидку в 25% по сравнению с составкой эксиза для негибридных автомобилей той же категории. Для автомобилей с подключаемыми гибридными двигателями с зарядкой от розетки скидка 50%, для электромобилей 100% скидка, то есть эксиз нулевой, независимо от возраста ввозимого автомобиля. В общем, какой автомобиль выбирать, решайте сами, ну а мы прямо сейчас поделимся другими подсказками астрологическими, как всегда, для каждого знака зодиака. ОВЕН Стоит начать день с самых важных дел. Утро подойдет для решения сложных задач, как давно знакомых, так и совершенно новых. Может быть, не все получится сразу, но нужного результата вы обязательно добьетесь, а заодно получите ценный опыт и завяжете полезные знакомства. ТЕЛЕЦ День будет интересным и необычным, подарит много позитивных эмоций. Он подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Возможно, удивительные совпадения, необычные происшествия. БЛИЗНЕЦЫ Не тратьте время напрасно и будьте решительны. Вы сможете сделать много хорошего и для себя, и для других. Первая половина дня будет интересной и плодотворной. Можно решать какие-то сложные задачи. Звезды поддержат вас, помогут достичь самых важных целей. РАК День пройдет удачно. Вы отлично справитесь со многими делами, а в некоторых из них добьетесь успеха, почти не прикладывая для этого усилий. Можно взяться за что-то совершенно новое. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать, поймете, какой путь приведет к цели. ЛЕВ День порадует вас переменами к лучшему в деловых и личных отношениях. Вы легко поладите с окружающими, многих будете понимать с полуслова. Самые общительные львы не упустят шансы заручиться поддержкой влиятельных особ. ДЕВА Придется потрудиться, чтобы добиться поставленных целей. Могут неожиданно возникнуть проблемы, и решать их вам, скорее всего, нужно будет самостоятельно. Во всем, что касается работы, финансов и ваших профессиональных перспектив, нужно быть осторожнее. ВЕСЫ Не просто окажется сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. Во-первых, вокруг будет происходить слишком много интересного. Во-вторых, часто придется отвлекаться, чтобы помочь кому-то из давних знакомых. Из-за этого вы можете успеть меньше, чем запланировали. СКОРПИОН Рабочие задачи вы решите быстрее, чем рассчитывали, поэтому останется достаточно времени для интересных дел, встреч со старыми друзьями. Важные вопросы, касающиеся бизнеса, финансов или имущества, удастся обсудить в неформальной обстановке. СТРЕЛЕЦ День едва ли обойдется без мелких неприятностей, недоразумений и трудностей, но вы быстро со всем справитесь. Помогут интуиция и фантазия, благодаря им вы не попадете в ловушки, расставленные недоброжелателями. КОЗИРОГ Непростой день, вам нужно будет потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Имейте в виду, верные ответы на важные вопросы не сразу придут в голову, потребуется время, чтобы докопаться до истины. В работе стоит проявить настойчивость. ВОДОЛИЙ День начнется непросто, но со временем ситуация изменится к лучшему. Поэтому запаситесь терпением и не спешите с выводами. С проблемами, которые возникнут утром, вы легко справитесь чуть позже. РЫБЫ В начале дня возможны неприятные моменты, но сложный период не продлится долго. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом. Перемены к лучшему не заставят себя ждать. Поэтому не спешите с решениями. Еще раз добрейшее утро наши дорогие Игорьича любимые. Анне из компании Топшоп понравилась у нас в гостях, она решила прийти к нам еще раз. У нее нет другого выхода, Ольга еще на морях. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня действительно пришла к вам не с пустыми руками, а у нас есть хорошее предложение от бренда Дели Мана. Было бы странно, если бы вы к нам пришли с пустыми руками. Ну, есть такая задумка. А так, переходим к нашему предложению. У нас хорошее предложение от бренда Дели Мана 50%, и мы сегодня говорим о наших товарах от Stone Legend Mediterranio. Это и кастрюли, и противни, и сковороды, и сковороды гриль, которые давно уже не было на наших прилавках и сейчас появились, поэтому мы хотели предоставить именно вам, дорогие телезрители, сегодня позвонить и заказать такие вот нужные вам товары в быту. И начнем мы с чего? С кастрюли? Да, давайте с кастрюли. Давайте. Это кастрюля с крышкой, у которой есть крышка-друшлаг, в ней есть отверстие, через которое можно хорошо сливать воду, если вы решили поужинать, например, пельменями или сделать салат на зиму. Или пасту, например. Или пасту, да, абсолютно верно. То есть это больше не нужно искать тот друшлаг, который завалялся, надо просто зажать эту крышку ручками и слить воду. Это удобно. Да, не нужно искать верчатки не нужно искать, потому что ручки сами не нагреваются, они бакелитовые. А также хорошо, удобно, когда ты варишь долго, например, холодец, и потихоньку выпаривается вода. То есть она не скапливается и не поднимается крышка, а через эти отверстия оно, это продуманный шаг. А также, когда вы варите компоты, обычно поднимается вся ягода и начинает закипать и перекипать. А вот с этой именно крышкой мне, например, нравится варить компоты. Так что попробуйте и вы, если вы не пробовали. И хочу сказать, что у нас скидка 50% на всю посуду медитеранью. А можно одну сковородку, например, купить со скидкой? к вам она приедет нашим курьером абсолютно бесплатно в любую точку Республики Молдова. А также даже в Бричаны. Да, абсолютно везде. И даже севернее Бричан. Севернее Бричан. Вот в любую точку. из города Кишинева нет. Не Кишинева, а Молдовы. А ты себе представляешь, вот какой-то турист уехал на Славчин, например, да? Это же самим северная точка. Поднялся куда-нибудь вот наверх сидит с палаткой. Туда курьер подойдет к нему, найдет его в палатке? Я думаю, что да. Почему бы и нет? Ну ничего себе. Ты смотрела, это сервис интересный. Для наших туристов, которые любят как раз-таки по осени ходить. Зачем не паскать палашку, сковородку? Она же тяжелая. Закажем курьером прямо туда. Хороший вид. Ладно, в любом случае номер телефона на экране, можете набрать оператора и он точно ответит на вопрос, приедет ли куда-нибудь туда или не приедет. Так вот, обычная цена нашей кастрюли с крышкой 1399 леев. Эта кастрюля сейчас скидка не 50%, как вся посуда Делимана медитиранью, а 54%. 649 леев стоит сейчас наша кастрюля с крышкой. Давайте дальше. Если мы говорим о сковородах, сковорода на 24 сантиметра в диаметре, она стоит 699 леев в обычной жизни и сейчас вы заплатите всего лишь 349 леев. Это обычная сковорода, которую чаще всего используют люди ее в готовке. Она подходит для разных типов поверхности, то есть можно готовить как на газу, так и на электричестве, керамика и индукционная плита также вам подойдет. То есть эта сама сковорода подойдет для готовки на индукционной плите. А также хочу заметить, что наша ручка исполнена из нержавеющей стали, она не нагревается, потому что она полая, в ней ничего нет внутри, поэтому вы можете ее абсолютно спокойно поставить в духовку и запечь в ней что-нибудь. если вы начали ваше приготовление на плите, вы можете продолжить в духовке. Также хочу заметить, что эта вся посуда сделана в Испании. Это значит, что она качественная и два года гарантии дает производитель на всю посуду. Если мы говорим о запекании в духовке, мы можем смотрим на противень, который имеет 40 на 25 сантиметров. Он достаточно широкий, это значит, что и кролик сюда поместится, и утка, и, например, перепелки. Также можно тут запечь и рыбу. К нашей посуде ничего не прилипает, потому что у нас технология Куантаниум задействована во всей посуде Медитиранию. А это значит, что все ингредиенты, которые заложил сюда производитель, они на базе воды. То есть вместе они, то есть все сплетены на базе воды, и это значит, что оно экологично. То есть к ней ничего не прилипнет. И достоверно, если вы будете мыть эту посуду, например, губкой, которая более твердая, то ничего не... То есть наша поверхность самой посуды, оно не будет... Не царапается. Не царапается, да. Да. все-таки я был бы поаккуратнее с такой посудой, в том плане, что оно имеет определенную устойчивость к царапинам, но при этом я бы не провоцировал это, то есть не проверял. Я думаю, что не понадобится, потому что оно ничего не прилипает. Ингредиент сам не прилипает. Единственное, что мы всегда напоминаем, что нельзя резко охлаждать эти сковородки. У меня есть идея для производителя, я не знаю, почему до сих пор до этого не додумались, но если у вас есть прямые контакты, подскажите. Везде нарисована веточка оливкового дерева вместе с оливками, но бутылочку масла к каждой сковородке можно было бы в подарок придумать? Почему ты захотела? Ты знаешь, почему сейчас оливковое масло? Да, знаю, но было бы приятно. А поэтому и хочешь. Вот именно. Хорошо, идем дальше. Раз уж вы взяли в руки эту сковороду, обычно она используется для блинов, для приготовления блинов, хотел бы сказать, что в нашем обществе обычно все любят именно на этой сковороде жарить яйца утром. То есть она самая маленькая, самая удобная. И если мы говорим о сковороде для блинов, оно небольшого формата, то есть 24 сантиметра в диаметре. Это обычные стандартные блины, которые мы все привыкли, я думаю, выпекать дома. Далее у нас есть сковорода гриль. Хотя, честно говоря, я люблю блины большие и широкие. Сковорода гриль имеет 27 и 27 сантиметров. Она достаточно широкая. И что примечательно, если мы говорим о рельефе этой сковороде, да, ну, гриль, понятно, что оно рельефное, но по бокам оно идет очень плоское по бокам, чтобы весь жир, чтобы оно не варилось, а жарилось, поджарилось, и по сторонам, то есть сечется весь жир. Это говорит о том, что если у вас нет возможности, например, зимой выйти и сделать что-нибудь на гратаре или поставить гриль на улице, то у вас будет такая возможность это сделать, все ингредиенты запечь именно на такой сковороде. Интересно. Если мы говорим по ценам, 999 лев в обычной жизни сейчас в наших магазинах стоит эта сковорода. Сейчас же вы заплатите за нее всего лишь 499 лев. То есть пол цены и бесплатная доставка по всей Молдове. Также, если мы говорим о противне, он стоит 999 лев, и сейчас вы тоже заплатите всего 499 лев. Если мы говорим о сковороде для блинов, она стоит в обычной жизни 499 лев, и сейчас вы заплатите 299 лев за нее. То есть вся посуда идет на 50% скидки. Скидка очень хорошая. Нигде сейчас в наших магазинах нет таких скидок, поэтому, если у вас вдруг на вашей сковороде вам не подходят в кухне, пожалуйста, звоните, заказывайте. Ну что, номер телефона на экране. Мы все рассказали, а вы можете на противоприятный с ним пообщаться. Аня, говорим спасибо и, как всегда, продолжаем наше утро. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Инжир, сладкий и фотогеничный фрукт. Хотя, фрукт ли он? А почему нет? Скорее, ягода. Нет, по-моему, фрукт. По-моему, ягода. По-моему, фрукт. Слишком много косточек. Ну, давай мы загуглим после программы. Да, он давно обзавелся целой армией и поклонников ей, в принципе, вполне оправданно. Кроме приятного вкуса, инжир обладает массой полезных свойств для организма. Вот о них мы с вами далее и поговорим. Свежий плод под названием инжир, он же смоква или фига, пробовали многие. Хотя его сладкий сушеный вариант известен куда больше. Кстати, именно в сушеном инжире больше витаминов и микроэлементов. Ну и концентрация сахара, конечно, тоже выше. Изначально фиговые деревья росли на Аравийском полуострове. По Европе эта культура начала распространяться с острова Крит. Начиная с 9 века до нашей эры, ее плоды стали пользоваться большой популярностью у древних греков. Сегодня инжир растет в странах Средиземноморья, в Средней Азии, в Крыму, на Кавказе и Закавказье. Плоды инжира бывают фиолетовыми или зелеными. Это зависит от сорта, а не от степени зрелости. По форме они похожи на небольшие луковицы. Цвет мякоти тоже может быть разным. Темно-красным, розовым или желтым. Смоквы еще называют винной ягодой, потому что, когда плод перезревает, в нем сразу начинается процесс брожения. Внутри каждого плода находится огромное количество мелких семян. Причем их количество напрямую указывает на его качество. Если семян менее 500, инжир считается посредственным. Хорошие и высококачественные плоды должны иметь не менее 900 семян внутри. Правда, подсчитать их та еще задача. В смоквах содержится большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Инжир – настоящий кладезь меди, которая необходима для правильного протекания многих процессов в организме. Например, для нормализации метаболизма, образования новых кровяных телец, эритроцитов, производства нейромедиаторов и соединительных тканей. Кроме того, сладкий фрукт необычайно богат витамином В6. Он помогает организму расщеплять белки на аминокислоты, получать из них энергию, играет важную роль в здоровье нервной системы и способен замедлять процессы старения. Регулярное употребление инжира может оказаться полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы. Фрукт богат витамином К, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, препятствует их кальцификации и обеспечивает профилактику образования тромбов. А еще инжир укрепляет кости за счет высокого содержания кальция и, как следствие, снижает вероятность возникновения остеопороза. Кроме того, в плодах содержится фосфор, вкусной ткани. Новая спальня с элементами стиля «щенуазри» вернула жене мужа. Муж, видимо, без спальни никак, фантазия ноль, но, тем не менее, эффект забавный. Такими неожиданными результатами могут похвастать наши коллеги из проекта «Большие перемены». Еще одна идея, реализованная, дала сразу два блестящих результата. Как? Смотрите об этом далее. А мы сегодня в семье Дедловских. Наша главная героиня Любовь, многодетная мама и при этом модель плюс сайз. мне очень нравится сниматься. Мне нравится сам процесс. То есть, когда ты приходишь, тебя красиво делают макияж, укладку, одевают. Мне нравится вся одежда, в которой я снимаюсь. И даже что-то, если мне не нравится, то мне все равно нравится. Ну, мне нравится, когда она приходит такая со съемок, когда она все такая ух. Поэтому я поддерживаю. Кроме Любови и Георгия в трехкомнатной квартире живут еще четверо. Маленькую комнату занимает мама Любови Людмила Александровна. В детской двое сыновей. Дима учится в пятом классе, а Слава уже заканчивает школу. В спальне помимо родителей поселилась маленькая Ангелина. Итого шестеро в лодке, не считая собаки по кличке Лайк на 46 квадратных метрах. Все мы люди крупные и не помещаемся. Уже имея двух сыновей Люба и Георгий несмотря на очень стесненные квартирные условия мечтали о дочке. Пять лет назад у Дедловских появилась долгожданная девочка. Папа настолько любит Ангелину, что даже не заметил, как дочурка выселила его с законного спального места. После рождения дочки она не захотела спать в своей кроватке и получилось так, что она спала в большой кровати. И постепенно мы как бы не помещались все втроем в кровати. Дочка росла и папу вынуждены были отселить. Папа переехал на другую кровать. Папа спит у нас отдельно. Спасибо, что не на коврике. Хочется спать вместе, боремся, но пока... Я думаю, что она будет прибегать еще года два к нам. Поэтому нам нужно кровать пошире, посреди ночи она будет оказываться рядом с мамой. Да и в целом у Любови и Георгия появились большие вопросы к своей спальне. Мы не можем правильно разместиться все. И у нас катастрофически не хватает пространства. Все по каким-то все равно коробкам, пакетам, где-то запрятано на антресолях, на шкафах. Не знаем, как правильно организовать все это. Правильно организовать пространство в спальне, сделать его комфортным и уютным помогут наши эксперты. Сегодня с нами выпускница Московского архитектурного института Анна Бриц. Красавица и дизайнер. Жилые помещения ее конек. Любит людей, говорит, что любой вопрос клиента может решить за чашечкой кофе. Работает дерзко, не боится рисовать нереально красивые эскизы интерьеров, потому что знает, она сможет воплотить в жизнь все. Вот она, комната, в которой скоро начнутся большие перемены. Спальня родителей. Рассказываем. Здесь 5-3 человека. Да, мама, папа и дочка. Ангелина, маленькая девочка. Я сплю в этой комнате. Как вы думаете, где она спит? На этой маленькой кровати в углу? Нет, там спит папа. Папе неудобно, папа, конечно, очень хочет вернуться назад на свою кровать. Караул. Пора девочку переселять в комнату. Мы видели, там уже есть уголок специально подготовленный. Для нее, я думаю, родители займутся тем, чтобы ей там было комфортно и уютно. А мы будем переделывать эту комнату. И она потрясающая, замечательная по форме. В первую очередь, потому что она практически квадрат, не считая вот этого маленького аппендикса. Мне очень нравятся два окна. Комната светлая, хоть, опять же, на первом этаже, но все же здесь очень светло. Для спальни большая редкость, когда есть два окна. Наши герои просили избавиться от длинных штор, чтобы они не доставали до пола, потому что тут есть маленькая вредная собачка, которая их постоянно метит. Заняла. Да, лайк писает на столы. Когда он писает на пеленку, мы его не ругаем. А когда на столы куда-то еще, тогда мы ему попопим на балкон. Я не могу совсем без штор, потому что текстиль все же преображает помещение. Поэтому я просто сделаю другой вариант. Есть у некоторых представителей породы йоркширский терьер одно такое общее интересное качество. Эти, знаете ли, малыши метят исключительно за нами. Одна из причин, уверяют кинологи, йорки таким образом привлекают к себе внимание. Например, происходит это после того, как в семье рождается ребенок или появляется новый домашний питомец. Так что владельцу стоит показать, что он по-прежнему любит своего малыша. А если песик не сразу отучится от этой неприятной привычки, то попробуйте разложить в местах его, так сказать, хулиганство ватные тампоны, смоченные водным раствором красного перца. Резкий запах держится довольно долго и отпугивает маленького ревнивца. Вот я смотрю на этот паркет, на этот замечательный старинный паркет. Это такая редкость, потому что паркет в хорошем состоянии, все плашки на месте. Когда мои бабушка с дедушкой получили эту квартиру, они через несколько лет положили паркет во всей квартире. Поэтому у нас вот и в спальне паркет, и во всей квартире у нас паркет. Он еще старый, старый, то есть ему уже больше 45 лет точно. Единственное, его нужно будет привести в порядок. Скорее всего, это будет шлифовка. И по новой мы покроем лаком. Что ты думаешь об этой кровати? Сейчас спальное место метр шестьдесят. Это хорошая двуспальная кровать. Уже не помещаемся мы в ней. Для наших героев она все же маловато, поэтому я бы сделала спальное место метр восемьдесят на два. Мне кажется, или вот этот проход между кроватью и шкафом слишком узкий? Честно признаться, да. Все-таки у нас существуют нормы эргономики, то есть правильного нахождения в пространстве. Проход между кроватью и, допустим, стеной, или, как в этом случае, шкафом, должен составлять примерно 70 сантиметров. При комплекции наших героев мне кажется, что проход может быть еще чуточку шире. Кстати, есть несколько очень важных моментов, которые стоит учитывать при проектировании спания. Длина кровати определяется по следующей формуле. Рост самого высокого члена семьи, который будет на этой кровать спать, плюс 30 сантиметров. Ширина от 160 для семейной пары. Для полных людей еще плюс 20 сантиметров как минимум, 40 как максимум. 70 сантиметров минимальная ширина любого прохода. Для весомых людей прибавьте еще 10. Расстояние от пола до настенного образа 130-150 сантиметров. 90-100 сантиметров высота от пола до выключателей. Это будет удобно и взрослым, и детям. Мы хотим от вашей программы, мне порой даже кажется, что это какая-то мечта, и это нереально, чтобы в нашей комнате уместилось все, 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 чтобы было какое-то место, свободное пространство. Все решено! Мы делаем красивую, уютную, продуманную спальню для двух немаленьких людей. И самое главное, что мы возвращаем отца семейства на законное место. Чтобы впустить в жизнь что-то новое, нужно непременно избавиться от старого. Наши герои самостоятельно определились, какие вещи им больше не понадобятся. И теперь мы аккуратно пакуем их оставшиеся богатства по коробкам и готовимся к ремонту. Сейчас самое время узнать, какой интерьер в эту спальню принесут с собой большие перемены. Друзья, у нас сегодня пикантная история. Мы возвращаем отца семейства в супружеское ложе. И это прекрасно. А сейчас где он спит? В углу, там, в дальнем углу, на детской кроватке. Вот здесь он. Ну, будет-то хорошо. Мужу спать в углу не гоже, вернем Георгия на ложе. Хочется разразиться стихотворением. А с чего взяли, что ему там... Я бы с удовольствием в уголочек на занавесочку повесил. Трое детей. Ну, нет. Что тогда мы будем делать с этим аппендиксом? Начнем с того, что изначально эта комната была неэргономичной. Она неправильно спланирована. Этот аппендикс я превращаю в гардеробную. Комната становится более правильная, больше похожа на квадрат. Все так же главное место у нас отведено к кровати. Добавляется еще небольшое место для хранения шкаф. И будуарный столик для нашей героини. Помнишь, как узко было вот в этом проходе домой с тобой? Бочком. Бочком. Да, да, да. Как они там проходят. Это же вообще... Неудобно, согласна. Поэтому я все-таки переиграла предмет мебели. Сделала его не 60, как было изначально у наших героев, а всего 30 сантиметров глубиной. Да, я помню, места ходить больше. Но сразу стоп, что можно хранить в 30-сантиметровом шкафу. Между прочим, книги. А у ребят хорошая библиотека. Поэтому там книги и бумаги. А хорошие вещи где будут храниться? Гардеробной. Ибо папа там спать не будет. Я не мог не заметить обилие вот этих вот пернатых. Жравли. Жравли. Почему у нас везде птицы, зелень, рожь, что это, пшеница, что это за... Все началось с общения с нашими героями. Они рассказывали о том, как они любят природу, шелест листьев, дышать воздухом, свежим, гулять по паркам. Соответственно, я этим вдохновилась. Понимаю, почему много зеленого. Да. Почему журавли? Тем более журавли, они нынче в тренде. Смотри, повсюду. Кстати, да. А второе, все-таки журавли это что-то такое тонкое, изящное, нежное. И самое главное, журавли это символ семьи. У нас пять членов семьи. Поэтому я решила сделать пять журавлей. Папа, мама и три маленьких журавленка это дети. Здорово. А если появится, извините, четвертый маленький журавленок? Дописываем. То есть у нас будет не обои, а рисунок? Рисунок. Я бы хотела все-таки сделать художественную роспись. Сопоставима, кстати, цена рисунка и обоев? В принципе. Не очень, честно. Все-таки художественная роспись это особый вид искусства, потому что это совершенно иная атмосфера, совершенно другие ощущения. Можно я тоже блесну с вами по знаниям? Это стиль Шенеозри? Китайщина, да? Китайщина. По-моему, так переводится. Да, 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 да. Есть такой стиль, я об этом знаю. Очень грубо звучит. Как я поняла, да? Как я поняла, плетеное что-то и что-то красивое расписанное в восточном стиле. Чуть-чуть. Честно признаться, совсем капелька все же. Я не стала увлекаться этой стилистикой, она подходит не всем. Мы не стали использовать яркие лакированные предметы, мебели, у нас нет ширм, но вот такая восточная сказка все-таки присутствует. Да. О цветах, кстати. Да. Это же, я так понимаю, наши, да, выкрусы. Все верно, все верно. У нас есть два цвета. Соответственно, тот, что поплотнее, поярче у нас фоновый для наших журавлей, на контрасте с белыми журавлями, будет замечательно. И чуть более нежный, воздушный для двух стен в помещении. Не захотела все стены красить зеленым цветом, переживаю, что все-таки будет немножко темноватым. Темноватым. Да, поэтому остановилась вот на этом светлом, воздушном, очень легком оттенке. Кровать. Кровать. Учитывая, опять же, корпулентность наших героев, она должна быть большая. Для наших очаровательных героев я выбрала кровать побольше. Все-таки у нас была совсем она маленькая. Максимальный возможный размер в этом интерьере метр восемьдесят на два. Соответственно, она с жестким каркасом, металлическим, такими прям брутальными ножками, чтобы нашим героям было комфортно. И еще интересная фишка, это дополнительное место для хранения под кроватью. А вот это хорошо. Сезонное место для хранения это фактически лежачий еще один дополнительный шкаф. Вот это я очень люблю. А мне нравится, что оно прочное. Почему? Потому что сюда придут на эту кровать все. Конечно, наши взрослые, трое детей. Ну, будем считать, что убедили. Ура. Я за материалами. А вы... Кофейку. Кофейку. Ну, как обычно. Краски в нашем интерьере сыграют особую, как выяснилось, роль. Поэтому для меня важно разобраться в вопросе подбора и колировки. Нам же с этим работать. Окрашенные стены придают вашему дому индивидуальность, а современные технологии предлагают выбрать практически неограниченный вариант цветов и оттенков. Достаточно прийти в магазин и выбрать из палитры предложенных цветов. Если вы решили заколировать вашу краску в магазине, нет ничего проще. Компьютер, в принципе, все сделает за вас. Подберет необходимое количество красителя на предоставленный вами объем краски, сам все смешает, сам все вам выдаст. Если вы хотите, чтобы цвет, который вы подбираете, гармонировал со всем остальным ремонтом, принесите деталь интерьера с собой в магазин, скажем, кусочек напольного покрытия или кусочек штора. Тогда вы точно подберете необходимый цвет. Маленький совет. Не колируйте сразу весь объем краски, сделайте небольшой объем, скажем, литр, а потом дома сделаете выкрас, посмотрите, как эта краска ведет себя на стене в разное время суток, при разном освещении. Если вас все устраивает, вот тогда идете в магазин и заказывайте уже полный объем на весь ремонт. Достаточно запомнить номер цвета, который вы выбрали. Ну и самое главное, не переборщите с колером. Если его добавить слишком много, то краска через некоторое время может стать более насыщенного цвета, ну или вообще будет ложиться неравномерно. Есть правило. В водорастворимые составы нельзя добавлять колера больше чем 20% от общего объема краски. В масляной не больше 2%, для остальных составов максимум 5%. В нашем случае мы решили довериться вкусу дизайнера. А мы почти готовы к чистовой отделке. Стены выровняли надежной цементной смесью. Разноуровневую конструкцию потолка задали с помощью гипсокартона. Такими же листами отделили часть комнаты, где появится гардеробная. Все стыки и поверхности тщательно зашпаклевали и теперь готовимся к покраске. Но перед этим нужно хорошенько загрунтовать стены, не пропуская ни миллиметра. Это уберет мелкие поры и краска так ляжет гораздо ровнее. Основным цветом в этой спальне станет тон под названием зеленая органза. Акцентную стену выкрасим в плотный зеленый цвет. Ну а потолок будет ослепительно белым. А на очереди пол. И не просто пол, а паркетный. Паркет. Паркет, конечно, экологичное, благородное, проверенное веками покрытие, но когда он приходит в негодность, у многих возникает желание заменить его поскорее, но никак не реставрировать. Вы видели, какие здесь щели? Вон. Что с щелями будете делать? Ну, щели шпаклевкой. За шпаклевывать все. Их не вылепить? Не будет, нет. А скрип? Вот скрип. Она же скрипит все. Смотрите, гуляет. Скрип, скрип. Ну, для скрипа у нас есть уколы. Кому? Сделаем. Не, не вам. Не мне? Нет, нет. А паркетные, да. Тут есть рабочего слоя полсантиметра, да, а наша машинка снимает до двух миллиметров. Если так посчитать, еще два-три раза можно эти полы цеплевать. Циклюйте, Арсений, циклюйте. Кто бы мог подумать, что под этим старым лаком пряталась такая красота. Паркет оциклеван, и мы переходим к лечебной процедуре. Уколу от скрипа. Перед тем, как вколоть специальный клей, мастер простукивает полно наличия пустот. Смотрите, здесь и здесь звук. Здесь пустота. И у меня тоже. Да, у вас тоже пустота. Здесь надо сделать вот один укол. Операция-реставрация продолжается. Арсений, делай укол. И что, и чопиком закрыли, да? И чопиком, да, закрываем. Она не навредит. Сделав паркетный укол, наш доктор перешел к обработке щелей. Для этого он смешал клей с древесной стружкой. Ну а вечером паркет ждет шлифовка и нанесение лака. Я теперь верю в светлое будущее этого паркета. Совсем скоро мы увидим, как это будет выглядеть в финале, в самом конце. Во многих квартирах, как и у наших героев, паркет уложен с помощью узора елочка. Этот узор был очень популярен в свое время в Советском Союзе, но в то же время от него отказались, потому что этот способ укладки был более затратным как по времени, так и с точки зрения расхода сырья. Так на полу стали появляться прямые деревянные брусочки. Крупные квадраты из плашек стали формировать прямо на заводах. И называлось это модульный паркет. Быстро, экономично, но, как показало время, недолговечно. Так что елочка живучей, чем модульный паркет. Пора вернуться в квартиру и разобраться таки с пернатами. Кто там будет, в каком количестве, сейчас узнаем. Что делать, если возникло непреодолимое желание нарисовать что-нибудь на стене? Ну, во-первых, как говорил великий Михаил Михайлович Жванецкий, если можешь не писать, не пиши. Но если желание все-таки не пропало и вам хочется что-то нарисовать, ну, как говорится, кисти в руки. Ну, чтобы не испортить впечатление того, что вы нарисуете, сначала лучше посоветоваться с профессионалом. Во-первых, по-моему, уже все готово, я так понимаю, да? Финальные штрихи какие-то идут? Ну, на самом деле, я только начала, здесь еще очень много штрихов, потому что задумка у дизайнера очень такая яркая, пестрая, поэтому мы будем еще добавлять много деталей достаточно. Нужно ли как-то по-особенному готовить стену, если мы хотим ее украсить рисунком? Ну, если маляры вам не подготовили ее и вы решили заняться с этим делом самостоятельно, то обязательно надо ее прогрунтовать. Грунт должен высохнуть сутки и только потом наносить фоновый цвет. Еще я заметила, что новички очень часто используют какие-то такие геометрические рисунки и для этого берут малярный скотч. Да. Именно на этом этапе очень видно, когда стена плохо подготовлена, потому что, когда они потом снимают скотч, подрывают краску и... Остаются следы, нет? Да. Краска. А я, значит, слышал, что идеально для росписи использовать в квартирах акриловую краску. Да? Или нет? Я смешиваю интерьерную краску вместе с акрилом. Допустим, здесь на подмалевок я использовала изначально интерьерную краску. А потом добавляю акрил. Это делает рисунок более цельным и краски между собой не разнятся в фон. А, чтобы фактура была... Да, правильно, верно. А смешиваешь прямо вот в... На палитре. Можно тоже посмешивать. Это вот сейчас очень смелое предложение. Пожалуйста. Заодно мне очень поможете. Да. Продолжить подмалевок наносите белым фоном. Подмалевок это просто мое второе имя. Тебе надо достаточно грубый материал, поэтому не стоит покупать дорогие кисточки. Сэкономили. Лучше всего покупать синтетику, но у меня есть свой личный лайфхак. Для того, чтобы не было видно мазков, на финале я использую обычную бельщую кисточку, которая сглаживает все какие-то неровности и мазочки. А белки в курсе, что ты у нее кисти берешь? Да. Просит процент. Это плохие белки, злые. Нам не жалко, что они отдали свои кисти. Можно ли нанести сначала какой-то эскизик мелом, карандашом, углем? Лучше всего изначально нанести все-таки на бумагу и посмотреть, как это будет выглядеть композиционно. То есть с такой стены, я так понимаю, что эскизик карандашом потом легко стирается и можно же сверху... Да, можно просто взять влажную тряпочку и потереть. Друзья мои, что я могу сказать? Сейчас вы увидите, как с той стороны будет красиво, а здесь как получится. Кстати, всю масштабную настенную живопись обычно называют фресками. Но наши журавли, несмотря на серьезные размеры, фреской не являются. Они выполнены в технике альсеко. Это когда краски наносятся на сухую штукатурку. При нанесении фрески все наоборот. Полотном для художника служит сырая оштукатуренная стена. А еще знаменитая тайная вечеря Леонардо да Винчи это тоже альсеко. Такая живопись, к сожалению, менее долговечна. Зато работа занимает меньше времени, чем создание фрески. Впрочем, беспокоиться не стоит. Лет сто наши журавли в реставрации не будут нуждаться. Теперь я совершенно спокойно за наше дизайнерское решение. Это красиво, это интересно, это оригинально. Если вы решите у себя дома такую сделать, можете быть уверены, что ни у кого больше такого не будет. Так что, если решили что-то нарисовать, смело рисуйте. Вообще, кстати, довольно заразная штука. Мне прям хочется найти какую-то свободную стену и пойти еще порисовать. Ну что ж, на этом будем с вами прощаться и желать прекрасного дня. Легкой, хотела сказать, пятницей, но нет легкого четверга. Нет, пока четверг только. А вот увидимся и услышимся снова уже в пятницу, то есть завтра. Да, до встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова